Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Меня зовут Беслан Угранов. Я мечтаю стать олимпийским чемпионом под зидо. Добрый вечер! 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 Нам еще рано выходить на какой-то пик формы, поэтому нужно держать под большими нагрузками. То, что ребята выдерживают их, это да, это хорошо. Но, конечно, хотелось бы проявлять характер в таких играх, когда тяжело, и все-таки побеждать. Победить «Быки» постараются во второй контрольной встрече. Ее черно-зеленые проведут 28 июня в городке Штрасс-Вальхен. Соперник – лудогорец из Болгарии. Далее продолжим знакомиться с героями европейских игр. От зюдоиста Беслани Мудранови, который сегодня от выступался уже сказано. Сейчас еще один борец, борец вольного стиля. Представитель Кубани Анюар Гедуев. Он на играх не отдал соперникам ни одного балла. Стал первым в весовой категории до 74 килограммов. Об это, а также о других победах – наш следующий материал. Этот бросок принес Анюару Гедуеву победу на первых европейских играх. В финале он досрочно победил турка Санера Демиртаса и в третий раз в своей карьере завоевал титул сильнейшего вольника континента. В пяти победных схватках наш борец не отдал соперникам ни одного балла, а сам заработал более 30. Когда выходишь, настраиваешься только на победу, ни о чем другом не думаешь. И мне хочется все-таки разочаровать болельщиков, вот нашу команду, тренеров, земляков. Боролся, кстати, Анюар не только для болельщиков и команды. Был у него еще один повод выступить отлично. Когда спортсмен прибыл на игры в Баку, ему сообщили, что у него родился сын. Ребенок стал третьим в семье Гедуевых. После этого, говорит, борец права на ошибку не имел и обязан был выигрывать. Золото, естественно, подсветил малышу. Только вот имени к тому времени новорожденному не дали. Решили дождаться папу. Впервые Гедуев заявил о себе на чемпионате России в 2009 году. Тогда Анюар завоевал бронзовую медаль. В следующем году борец занял третье место на гран-при Ивана Ярыгина. Проиграл только чемпиону мира Денису Царгушу. Повторную встречу этих борцов ждут по сегодняшний день. Но пока два лидера российской сборной так и не встретились. Затем была победа на Кубке мира. Но по-настоящему звездный час в карьере Гедуева наступил в 2013. На чемпионате Европы в Тбилиси Анюар буквально прошелся по своим соперникам и завоевал золото. Такого же результата спортсмен добился и на следующем континентальном первенстве в Финляндии. Но признавать успех кубанского вольника не спешили. Потому что он по-прежнему не встретился с Царгушем. Их схватка оказалась неизбежной на чемпионате России этого года в Каспийске. Анюар и Денис были в разных подгруппах. Они уверенно шли навстречу друг другу к финалу. Но москвич проиграл в четвертьфинале. А кубанец в итоге занял первое место. Оно и позволило ему поехать на первые европейские игры. Сейчас Гедуев готовится к чемпионату мира. Он пройдет в сентябре в Лас-Вегасе. И Анюар, пожалуй, один из двух участников самой ожидаемой схватки турнира. Второй двукратный чемпион мира победитель Олимпиады американец Джордан Бороуз. Ему представитель края уже проигрывал и теперь жаждет реванша. Второй реванш с Денисом Царкушем, скорее всего, пройдет на предолимпийском чемпионате России в следующем году. Если, конечно, снова кто-то не оступится на пути к финалу. Асланбек Бадаев, Кубань, 24. Много сегодня получается о борцах говорим. Следующий герой тоже единоборствами занимается и тоже на европейских играх победил. Это герой недели Степан Марианян. Он о себе рассказывает с понедельника, говорил и о злоте турнира, и о том, как в греко-римскую борьбу пришел. Сегодня очередная история о любви к автомобилям. Я люблю путешествовать, особенно на машине. На машинах, сесть куда-нибудь поехать. Очень нравится это. Собраться с семьей, с ребятами. В том году я ездил вот так на машине в Армению. Мне очень понравилось. И хотел бы еще куда-нибудь съездить, даже по Европе куда-нибудь. В Италию, в Испанию, не знаю. Много красивых городов. Был случай, мы были на турнире в Финляндии. Чемпионом мира с Чингизом Лобазановым. И мы хотели уехать на финалы. Были наши тренера на машинах. Мы взяли их машину, чтобы поехать в гостиницу до финала отдохнуть. И так получилось, что мы заблудились. Это было в городе Ванта. Мы блуждали, блуждали. Короче, чуть на финалы не опоздали. Думали, уже нас убьют тренера. Ну, короче, как-то нашли в гостинице. Взрезка взяли вещи при борцовке и быстро взялся. Приехали и сразу, можно сказать, вышли на ковер. Завтра очередную историю от Степана мы выслушаем. Полное интервью спортсмена в субботу в итоге в экспортивных фактах. Вообще, в них мы расскажем во всех кубанских медалистах европейских игр. Ну, а на сегодня все. Приятного вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова